Уважаемые земляки, жители станиц Новотроицкая, Кармалиновская, Баклановская и с ними же поселок Передовой и Красная Заря. Обращаюсь к вам с видеообращением. Ставропольский писатель, историк Машкин Риорий Тимофеевич, уроженец станицы Новотроицкой, написал уникальнейшую книгу для наших станиц. Это полная история станицы, а вместе проживающие в них коренных жителей. Книга состоит из уникальнейших документов. Каждый человек может найти свои корни с момента образования станицы. Почему столько станиц вошло? Да потому что станица Новотроицкая как бы во главе стоит, а до революции станица Кармалиновская и станица Баклановская были ее хуторами. И естественно все переписи населения и все остальное документально проходило через Новотроицкую. Станица Кармалиновская, в особенности станица Баклановская, имеют даже намного больше документов старинных, нежели по самой Новотроицкой. В самой Новотроицкой документы уничтожались частично. Время такое было. Почему я решил обратиться к вам? Книга написана Риори Тимофеевичем. И сейчас стал вопрос издания ее. Риори Тимофеевич 12 лет собирал документы. Все это он делал на свои средства. И сейчас нужны средства для издания первого тома. Средства немалые. Порядка 700 тысяч. Мы бьем во все колокола, где взять эти деньги, чтобы издать эту уникальнейшую книгу. Вот почему я обращаюсь к вам. Давайте поможем ему. Кто это сделает, кроме как не мы с вами. Давайте детям оставим историю нашу. Уже из этой книги очень многие получили информацию о своих родах, начиная с 1797 года. Корни наши в Курской губернии. Я многое узнал лично. Многое узнал родственников. Сам я проживаю в станице Новотроицкой. Родители мои, дай бог им здравия, уроженцы станицы Кармалиновской. Есть родственники в Передовом, есть родственники в Красной Заре. К этому обращению в комментариях я выложу видеоролик, где сам Григорий Тимофеевич объясняет суть этой книги. Так что смотрите, у меня будет единственная просьба. Делитесь, пожалуйста. Нажимайте поделиться. Когда вы делитесь этим видео, видят все ваши друзья. Друзья поделятся, увидят их друзья. Так мы распространим это обращение. Мы помогали Григорию Тимофеевичу. Он недавно перенес сложную операцию. Мы помогали ему как с госпитализацией, поддерживали его как могли. В общем, мы дружим с ним. Я надеюсь на вашу сознательность. Давайте для начала распространим это видеообращение, чтобы многие узнали об этой уникальной книге и потом приняли решение помочь, не помочь в создании ее, принять участие. Но это сделать надо. Никто кроме нас. Надеюсь на вашу сознательность. С уважением, Брусенский Геннадий Валентинович. Григорий Тимофеевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Мы опять с вами встретились. Я, то бишь Брусенский Геннадий, приехал к Машкину Григорию Тимофеевичу узнать, какие дела у нас обстоят по выпуску книги о станице Новотроицкой. Скажите, пожалуйста, что, как обстоят дела? Что мы имеем по книге? Потому что народу надо знать это. Значит, в свое время я информировал вас о том, что книга, получается, объемной, состоит из двух томов, и в каждом томе порядка тысячи страниц, с учетом вложенных в них имеющихся у меня фотографий, форматом А4. Учитывая, что процесс этот идет порядка двух лет, значит, сбора, значит, формирования документа уже из моего собственного архива, то, что я имею на сегодняшний день, и наработал за предыдущие 12 лет, работая с разными архивами нашей страны. Значит, я еще в конце декабря прошлого года, 18-го, значит, закончил первый том книги под названием «Станица Новотроицкая. Дела давно минувших дней». Сборник архивных документов. Значит, в первом томе помещены в основном документы, связанные с переписью населения, это так называемые ревизские сказки, а также документы по передаче в казачье сословие и некоторые иные документы, менее емкие, но необходимые в таких обстоятельствах. Заняло это у меня и помещено на сегодня на флешку 955 страниц. Естественно, предиздательская корректировка еще не проведена, поэтому после корректировки количество страниц может измениться, как в ту, так и в другую сторону, или больше, или меньше. Но в общем, в среднем, я считаю, порядка тысячи страниц. Значит, попытка организовать издание этой книжки на сегодняшний день пока не увенчалась успехом, так как тех денег, которые у меня есть, собственные, а также тех денег, которые мне прислали жители или потомки жителей станицы Новотроицкой, значит, порядка 60 тысяч, этих денег явно не хватает для издания. По предварительным расчетам, которые не я делал, а делали специалисты, занимающиеся изданием, первый том издания его с выпуском 500 экземпляров книги. Значит, ориентировочная стоимость 640 тысяч рублей. Если учесть, что томов два, то это получается более... Григорий Тимофеевич, скажите, пожалуйста, вот вы мне объясняли, есть смысл делать меньше тираж? Смысла делать меньше тираж совершенно не имеет. Почему? Потому что основные затраты идут на подготовку. То бишь, с одной стороны, то, что я вот собираю, значит, вот тратил довольно большие деньги. То, что касается архивов, не ставропольских, это и ростовский архив, это и московские архивы, это и астраханские архивы, значит, где хранятся документы. Значит, полученные материалы оттуда, как правило, платные и стоят дорого. Значит, учитывая эти затраты, а также затраты на корректировку книги. Значит, тираж, чем выше тираж, чем стоимость книги дешевле будет. Чем меньше тираж, тем стоимость книги одного экземпляра будет дороже. Поэтому в этом смысле никакого смысла нет уменьшать тираж. Да он и так не такой уж большой. Пятьсот это немного. Пятьсот это очень мало. Для Новотроицкой это немного. Станица большая, потомков много. Уже сейчас многие желающие приобрести этот книг. Тем более, что многие и за пределами. Значит, вот, из Дальнего Востока мне звонят и смс-ки присылают из Сибири, из Москвы, из разных городов. Значит, вот, жители как и я в свое время, значит, я житель Новотроицкой, но живу в Ставрополь. Вот, уехал в Ставрополь. Так что, многие, значит, находятся за пределами Новотроицкой. И Новотроицких потомков тех первопоселенцев, которые первоначально прибыли, значит, еще остается довольно много. Поэтому тираж пятьсот небольшой, минимальный. Вот такое. Ну, что ж, будем надеяться, все-таки мы победим. эту беду, и мы соберем деньги для выпуска этой уникальной книги. Что у нас дела, как обстоят по второму тому? Второй том в стадии завершения. Значит, для его завершения мне не хватает одного документа. Это исповедная роспись за 1814 год, которая находится в Астраханском архиве. Астраханским архивом переписку я веду. Значит, они мне прислали согласие на, значит, высылку мне электронной копии этого документа в течение этого месяца. Так что, после получения, естественно, учитывая, что, как правило, эти документы трудно читаемы, ну, как бы приходится переводить с русского на русский, они не печатные, они ручной, значит, скорописью написаны. Значит, поэтому вначале я перевожу их вручную у себя, значит, вот, как говорится, читаемый вариант делаю. Ну, чтобы вам самому понятно было. Да, чтобы самому понятно и быстрее печаталось. А потом уже печатаю в компьютере. Значит, вот, после завершения вот этого, собственно, один документ, меня задерживает. После завершения, значит, вот с этим документом работы, значит, практически я составляю опись, значит, ну, документов оглавления, так называемого, опись документов, значит, помещенных в эту книгу. И завершаю. Перевожу на такую же флешку, значит, вот, и флешка может быть передана двум издателю. Издателю уже. При наличии, естественно, финансов. Ну, полагаю, что в начале надо выпустить, в начале быть, надо выпустить первый том и его распределить, как говорится, продать. Вот, а за вырученные деньги издать второй том. Поэтому, ну, сейчас основная задача первый том выпустить. Абсолютно верно. Всего, спасибо вам за интересный рассказ. Я думаю, что состояние дел по книге интересующимся людям будет ясно. До свидания. Абсолютно верно. Пока.